йохо всем привет с вами инсган а это следующая серия по сатисфектори в прошлой серии мы сделали вот такую винтовку так вот она прикольненько стреляет да интересно и и и правда не проверял еще на наших врагах но проверю но проверю но попробую но чуть позже в этой серии в этой серии серии в этой я разобрался наконец как делать разноцветные елочные игрушки напомню 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 в прошлой серии мы изучили их производство нам было вот здесь вот но где их делать было совсем неясно непонятно не известно я смотрел вот здесь это у нас что забываю все время как его зовут конструктор конструкторе нет в изготовители нет в ассемблере нет нигде нет как делать вообще не ясно но разобрался подглядел как подглядел собственно добежал даже до господи как его называют добежал даже до 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 очистительного завода там у меня производство нефтяных изделий продуктов нефтепереработки проверил там но нет и вдруг решил глянуть в плавильне и да собственно половине можно делать эти игрушки вот они значит синяя красная все они делаются из одного нашего рождественского подарка игрушек я уже наделал поэтому мы сейчас с тобой можем а где они а в этом контейнере лежат мы сейчас с тобой сможем продолжить изучение нашей новогодней рождественской подарочные елки и ветки в ммэй дальше у нас идет три секунды отлично нужно еще ветки елка с подарками fix it сколько у нас веток 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 где-то их видел вот они 57 как раз хватает прошлой серии мы выучили снеговичка выучили снег чё с ними делать не очень понятно а мы его можно построить для но чего-то мне там на него не хватало сейчас посмотрим чего и попробуем тоже построить так вот она елка теперь теперь мы можем делать медные рождественские украшения железные рождественские украшения и елку с подарками fix it поставить мы тоже можем давай посмотрим что появилось у нас здесь вот она елка с подарками вот он снеговик для него нужен снег палки бантики и сейчас посмотрим что у нас из этого есть в наличии бантики вот они снег где 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 снег вот и палки есть все есть новая снеговичка поставим под елку мне пусть он здесь вот себе стоит повернись ко мне дружок как 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 ну давай вот так вот здесь вот Стой. Ай, красавчик какой. Ну, ты посмотри, какой я милашка. А, это у него Нобелиск. Бомбы, значит, из Нобелиска, да? Но с ним сделать тоже ничего нельзя. Ну и ладно. Здесь нам нужны разноцветные игрушки. Нам нужны непосредственно рождественские подарки и еловые ветви. Хорошо. Пойдем посмотрим игрушки. Я думаю, вот этих вот других цветов мы... Да что такое-то? Да что такое? Да что ты будешь делать? Где их теперь искать-то? Искать-то их теперь где? Здесь тоже нет. Надо елок наделать. Наделать нам надо елок. У нас тут сейчас производится... А что, уже, наверное, ничего не производится, да? Держи. Подарки, подарки, подарки. Где они? А где мои подарочки? Нету их совсем. Пойдем возьмем, пойдем закинем. Я их насобирал. У меня их, в общем-то, достаточно. Достаточно, а проще говоря, навалом. Так. Подарки. Вот. Не, ну это много. Это много. Давай закинем 155. Пусть он для начала их переделает. Да, пошло-пошло. Замечательно. Замечательно, прекрасно. Это нам нужно для елки с подарками. Еще нам нужны игрушки. Где их делать? Где их делать? Ага, значит нам тут уже нужен ассемблер. Медь и железо. Железо и медь и игрушки. Хорошо, хорошо, хорошо. Нам нужно... Сколько там надо было? Пойдем поглядим в ММА. Здесь 200. Ох, как хорошо. Ну ладно, у меня вот синих, смотри, даже 306 метных слитков. Где бы нам надыбать? Надыбать их можно. Можно где-то. Сейчас этим займемся. А пока... А пока я немножко подготовился. Понадел вот этих скоростных коннекторов, которых нужно 50. Да. Вот этих вот в офлайне. Не стал я строить изготовитель. Не стал проводить шины. Не стал ничего делать. Просто взял и руками их, грубо говоря, изготовил. Ну как? Поставил какую-нибудь тяжеленькую штучку в верстаке на пробел. И он сидел их изготавливал. Главное, чтобы было в инвентаре. Чтобы хватало ресурсов. Сейчас увеличим объем инвентаря. Тем временем пойдем у нас вон там. Вон есть ассемблер свободный. Свободный ассемблер. Сейчас мы туда закинем чего-нибудь и посмотрим, как там что можно производить. Значит, производство, выбор чертежа. А где игрушки-то? Значит, не в ассемблере. Но если не в ассемблере, тогда где? Тогда, вероятно, только в этом. А в этом самом, как его? Куда бы его поставить-то? Что у нас еще может быть из производства? У нас есть еще литейная. Литейная. Значит, нужно 10 кубов, 10 роторов. Давай, сейчас мы это все построим. Кубы. Вот они, 50 есть. Роторы где? Где роторы? Может мне кто-нибудь сказать, где у нас тут роторы? Ага, это моторы. Это статоры. А где роторы? А что такое? А куда делись роторы? Ну-ка, покажи. Ну-ка, покажи. Или их еще типа не забилось, поэтому и не видно. Давай посмотрим. Здесь нет роторов. Здесь роторов нет. Здесь не... А, вон они. Вот же они спрятались. Вот они лежат. Давай, 100. Значит, идем. Куда? Идем вот сюда. Здесь места хватит? Да, хватит. Думаю, нет. Там надо будет два контейнера. Ладно, давай вот здесь вот тебя поставим. Вот рядом с ассемблером. Так, ты у нас кто? Ты у нас литейная. Два входа там, один выход тут. Так. Сразу посмотрим, проверим убить. Да, вот они. Вот они, вот они игрушки. Тогда, значит, здесь ставим контейнер. Ага. Ну, вот так вот. Хорошо. Здесь ставим сразу какую-нибудь ленту. Желательно повыше. Левелом. Давай сразу четвертую поставим. Так, здесь ставим тоже два контейнера. Где они поровну, да? Значит, контейнер. Вот он один. Раз. Надо только выход, чтобы здесь был. Раз. Второй. Вот здесь вот. Дваз. Не очень ровно, но по барабану. Главное, чтобы выходы... Да что такое-то? Ну, вот не угадал. Не угадал, не угадал. Почему? Вообще странно. Это что, это же входы? Ну, по идее, должны быть, да. Два входа, один выход. Убираем. Вносим. Ставим еще контейнеры. Это вход. Вот он, выход. Да, вот так. Даже поровняю тебя немножко. Поставлю так. И вот так. Теперь. Конвейер. Пошел. Есть. Второй конвейер. Есть. Шикарно. Электричество. Где я брал? Вот у того столба. Раз. Два. Замечательно. Сюда закидываем игрушки такие. Игрушки такие. Давай сначала синеньких напихаем. Вот они как раз поехали. Теперь нам нужны слитки какие? Слитки нам нужны медные и железные. Это железо. Это железо. Это железо. Это медь. Все хорошо. Сколько их надо? Ну довольно много. Но как бы где их брать я честно говоря не знаю. Поэтому просто соберу конвейеры. Да стой ты. Угу. Надо только немножко присесть. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па. Мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало. Медленно они собираются очень. Но что делать? Что делать? Я ума не приложу. Потому что иначе никак не рассчитывал я. Что где-то у меня еще будут эти слитки. Использоваться. Поэтому я для них никакого контейнера. Никакого сборщика. Ничего такого не делал. Не ставил. Потому что они были мне не нужны. Да я думаю дальше они будут особо-то не нужны. Потому что нахрена они нужны. Логично да? Логично. Так вот. Это скорее исключение такое из правил. Новогоднее исключение из правил. Сто сколько их надо? Не знаю сколько надо. Но пойдем сразу закинем. Пусть они уже потихоньку производятся. Потому что я думаю он их будет медленно производить. А вот прям совсем не спеша. Где? Вот так вот. Раз. Погнали. Аноха. Так. Какие тут? Синее. А. Синее железо. Красный медь. Но медь приехала. Тогда меняем вас местами. Вот так. И надо теперь собрать вот эти вот синенькие игрушки. Синенькие игрушки вот так. Раз. Все проехали. Забираем. Вот так. Два. И погнали. И погнали. Сюда подкидываем оставшуюся медь. Где она? Где она? Вот она. Так. Теперь. Ага. Все уехали. У нас уже синие игрушки. Теперь идем собираем железо. Железо точно таким же образом. Потому что логично. У меня также точно нету никакого контейнера. Который собирает железные слитки. Где? Давай, 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 давай. Но они кстати едут побыстрее. В общем-то можно даже особо-то и не бегать. Особо можно и не бегать. Пособерем чуть-чуть. Побольше, поменьше. Не знаю. Нам тем временем. Тем временем нам, наверное, еще понадобятся игрушки. По крайней мере красные. Но не знаю. Не знаю. Но думаю, да. Соответственно, нам бы не помешало бы запустить производство этих самых игрушек. Подарки у меня есть с собой? С собой, да, есть у меня 500 подарков. Значит, синих у нас много. Красных у нас много не так. Красные есть. Так, вот этот, вот этот, вот этот, вот 125. Ага. Давай, производи. Я пошел туда закидывать остатки. Угу. Так, здесь что? Здесь красные еще производятся. Там уже вся медь кончилась. Давай закинем туда железные свитки. Пусть они себе едут. Сколько у меня игрушек уже произвелось? Семь. Маловастенько, маловастенько. Нам бы надо бы побольше. Можно как-то побыстрее это все ускорить? Банок у меня нет. Поэтому производство будет довольно медленным. Здесь тоже медленно. Пять минут в минуту. Хорошо. Давай пока поглядим, что у нас там изучилось. Увеличен объем инвентаря. Так. О, спасибо. Спасибо, ребята. Приятно. Хорошо. Ага. Здесь что у нас? Здесь электростолбы. Кстати, три секунды. Суперкомпьютер. Суперкомпьютер. Три секунды и следует. Заодно увидим, что там в конце. Так. Спасибо. Суперкомпьютер. Очень рад. Без него совсем никуда. 50 суперкомпьютеров. 50 кубов. Программируемый разветвитель. Ааа. Здесь у нас геотермальный генератор. 50 компьютеров. 50 кубов. 300 резины. Но в принципе, в принципе, вот эти компьютеры. Как их делать-то? В принципе, да, тоже нет. Ничего особо удивительного. 1.875 в минуту. Очень медленно он будет у нас производиться. Не знаю, дальше он нужен или нужен. Скорее всего, где-то будет нужен. Но вот геотермальный генератор, это, в общем-то, интересно. Это интересно. Слышал я такую версию его использования. То есть, геотермальный генератор, он вроде как прекрасен чем? Правильно, тем, что он, собственно, работает всегда. То есть, у него не может кончиться топливо. Поэтому его можно ставить как, грубо говоря, вторую цепочку электричества, которая будет питать то, те здания, которые будут нужны для производства основной цепочки электричества. То есть, электростанция, например, угольная, она что требует? Она требует воду, она требует уголь. Так вот, соответственно, если там чего-то начинает не хватать, воды, угля, то, соответственно, электричество у нас встает. И пока я туда руками не побегу, но если долго профенькать, когда уже закончится все, что могло закончиться, соответственно, ресурсы, когда все с ленты уедут, и в какое-то время она опять встанет, потому что ресурсов не будет. Чтобы этого не произошло, можно запитать угольную, угледобычу, скажем так, да, вот эту вот угольную шахту и насос от, вот, например, вот этого вот геотермального генератора. Тогда, соответственно, уголь будет подаваться всегда, вода будет подаваться всегда. Вопрос в том, чтобы их хватало. Но не менее тем, это у нас где-то вдалеке, это нам надо суперкомпьютеров здесь 50 и здесь 50 и того 100. Все, мы пока выучим электростолбы и посмотрим, что у нас здесь по 200 надо. Ох, как много. Ох, как много. Можно было бы как-то, наверное, и поменьше, да? Но ладно. Ну ладно, хотя бы так. Так, а что у нас там с производством нашим? С нашим производством что там производится? Тоже медленно. А, надо прям много игрушек. Прям надо много игрушек. Прям, ох. Ох, надо много игрушек, надо много слитков. Тего надо очень много. Ну ладно. Значит, давай тогда мы сюда засунем прям вот все, что есть. Хотя 500 прям, ну не знаю. Многовато, наверное, будет, да? Давай хотя бы половину. Так, вот так. 240. Там 250 плюс-минус. Пусть будет вот так. Хорошо. Подарки у меня есть еще, да? Да, подарков полторы тысячи, в общем-то, хватает. Вот это вот, я так понимаю, тоже выпало нам из календаря. Это, видимо, довольно важная вещь, потому что вот здесь вот она нам нужна одна, чтобы мы научились огромной рождественской елке. Ну ладно. Хорошо. Что у нас еще? В календарик пойдем глянем. Хотя, по-моему, сегодня не должно ничего поменяться. 9, 10. 10 нам нужно. 10 я где-то видел. Где-то она здесь у меня была, прям под рукой, прям под ногой. Вон 17, 20, 24, 22, 10. Вот она, 10. Нет, еще не работает, еще рано. Ну и ладно. Ну и ладно, рано и рано. Бог с ним, ничего в этом страшного. Так, чем сейчас заняться? Заняться сейчас можно, в принципе, тем же самым. Но как-то медленно у нас это все сейчас будет производиться. Имеет смысл, наверное, это больше как-то в оффлайне производить. Не знаю даже. Даже и не знаю. Ну да, вон она что, ползет себе потихоньку. Давай закончим с исследованием. 6 минут, правда, долго. Еще нам можно немножечко поисследовать ветку. Как она называется-то? Ветку поисследовать можно нам немножечко. Господи, кристаллы, кристаллы, кристаллы кварца. Кварцево-кристальную ветку. Потому что там я наделал таким же... А, все закончилось, да? Все закончилось, меняем чертеж. Так, поехали. 27. Как мало. Ой, как мало. Потому что там я таким же способом наделал кварцевых резонаторов. Опять же, пока не знаю, нужны они или не нужны. И нет такого четкого понимания. Что вот прям скоро-скоро-скоро-скоро-скоро-скоро. Пожалуйста, бери отсюда. Мы возьмем банку. А здесь у нас даже все, наверное, да? Ага, 2. Два стека руды. А с кварцем чё? Кварц тоже закончил. Свою работу. Здесь уже ветки. Сколько там веток насобиралось? Ну-ка, 162. Хорошо, пусть будет. Пусть будет. Это хорошо, это неплохо. И вторую банку берем отсюда. Значит, дальше бежим туда и складываем две эти банки. Разгоняем нашу... Как она, половине? Литейная. Литейная. Вот, раз банка, два банка. Это значит 5. А сейчас будет 15, наверное, 10. 12 с половиной. Прям не угадаешь. 10. А, ну да, на 200 процентов 10 в минуту все логично. Все, в общем-то, более-менее логично. Кстати, 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 нам уже даже, наверное, хватит скоро на елку. Там же надо было 20 их. Да, 20 таких, 20 других. Значит, нам примерно хватит. Ну, а по 200, я думаю, навряд ли мы дождемся прямо вот здесь, прямо в этой серии. Как произведется 200 того другого, до что и так медленно-то. Как произведется 200 тех, 200 других игрушек. Поэтому это, скорее всего, я сделаю в офлайне. Литейная производит нам эти игрушки. Та производит те игрушки. Все хорошо, все производится. Подарки не падают. Наверное, еще не дособирал. Хотя, в общем-то, более-менее-то и не видно, где тут подарок. Может, они там бы были, нападали, пока я там бегал. Там у нас идет производство пластика, производство резины. Нефтепереработка. Не за горами у нас использование энергетики. Значит, нам надо будет топливный генератор. На него вон какая куча всего. А перед этим нам все равно нужна будет еще один очистительный завод. Нужен будет нам. Потому что нам надо переводить из мазута. Ну как, производство нефти какое? Приходит нефть, из нее делаем пластик и мазут. Мазут девать некуда. Мазут будет уходить в очистительный завод, где мы будем из мазута делать топливо. А топливо уже будем пихать в нашу электростанцию, в топливный генератор. Логично, да? Он работает на топливе. Заодно нам надо будет либо поставить, либо сделать. Где он есть-то? Вот он, упаковщик. Ну да, скорее всего поставим упаковщик. На 10 метров. Хотя, может и не будем ставить, не знаю. Но, скорее всего, поставим и произведем немножко топлива в канистрах. Для себя, для, может быть, грузовика, для... Ну как грузовика, для исследователя. Для нашего реактивного ранца. Потому что очень хочется им пользоваться. Вещь-то приятная. Ого. Так, выберите новый объект электростолбы. Есть. Значит, что еще у нас осталось? Как он называется? Катерий. Катерий, катерий. Все. Катерий, ветка, остались суперкомпьютеры. Это программируемый разветвитель. Кстати, довольно интересная хрень. Интересно, что она умеет, что она может. Здесь тоже все понятно. Так, лепестки, вещества. Это все у нас выучено. Кварц. Кварц, кварц, кварц. Так, радиолокационная технология. Это сколько долго будет? Пять минут. Блоки радиоуправления. Это дюралюминиевый лист. Мы не сможем, потому что дюралюминки у нас нет. Радиолокационная технология. 50 кубов, 15 этих, как их, как их этих радиомаяков. Пойдем посмотрим, есть ли у нас 50 кубов. Кубы нам нужны так-то еще для нашей цели. Но, в принципе, там монорельсовые поезда. Пока нам они не нужны. 50 кубов есть, отлично. Кстати, там у меня еще в значке-то кубы были. Я совсем забыл. Совсем забыл. Вот здесь вот они у меня лежат в сундуке. Да, вон там кубов вообще навалом. 13 маяков. Надо еще два. Раз. Два. Стой. Все, хватит. Хватит. Давай посмотрим, что нам делать с этими где? В кварц. Радиолокационная технология. Награда, видимо, радиолокационная вышка. Исследование 3 секунды. Спасибо. Спасибо, здесь нужно 100 моторов, 10 маяков. Так, новые строения. Где они? Особенные? Нет. Производство навряд ли, навряд ли, навряд ли. Может передвижение? Нет. Стены тоже нет. Фундаменты нет. Организация. А, вот, организация. Смотровая вышка у нас есть. Представляет хороший обзор, что удобно при планировании строительства. Не знаю, сейчас я ее так толком и не строил. В общем-то, она мне не нужна. Так, открывает окружающую область на карте. Для сканирования максимально большой области требуется время. Размещение вышки на возвышение увеличит максимальную область сканирования. Требует 30 электричества. Ну и 30 кубов, 30 резонаторов, 20 маяков и 100 кабеля. Высокая она? Такая, да, довольно высокая. Довольно высокая. В общем-то, это неплохо. Наверное. Чтобы изучить местность, куда-нибудь вот на тот ее пихнуть. Или он туда, он повыше. Ну, с другой стороны, что, вот она карта. Вот она карта. Вот здесь я погулял, побегал этих, пособирал немножко этих друзей. Вот это вот. Не знаю, что такое, откуда оно взялось. И здесь тоже непонятно. Так вот, пособирал я кого? Пособирал я наших друзей слизней. Так, на маяки у нас чего-то не хватит. А чего нам не хватит проволоки медной? Медная проволока. Там у меня не осталось? Не осталось. Значит, где она есть? Значит, она вот здесь, вот в заначке. Хотя надо было сразу посмотреть, что там еще нужно. Но, ладно, если что, сбегаем еще раз. Благо, тут недалеко. Медная проволока 500. Должна хватить за глаза и за ушки. Угу. Даже, возможно, она где-то вот здесь в заначке была. Но так как я не помню, для чего она там нужна. В общем-то, как сейчас уже, не особо где-то она нужна. Поэтому ее выложил. Выложил ее просто, пусть она там себе валяется. Так, радиомаяк 33. Нам надо, по-моему, 14 или 15. Или что-то около того. Давай сделаем 15. Ага. И пойдем посмотрим, что нам там еще нужно было. Нужны были еще моторы, вспомнил. Вспомнил моторы сколько, по-моему, штук 100. Давай быстренько глянем. Чтобы не бегать два раза. Да, 100 моторов. 10 маяков надо было. Моторы на какой стороне? На той, на этой, на этой, на той. Наверное, на той. Да подожди ты. Эй, пополз. Пополз, пополз, пополз. Ладно, давай все, перепрыгнем. Так уж и быть уговорил вот аниматоры. Надо их 100. Раз, два. 100, 100. Отлично, погнали. Погнали обратно. Погнали изучим все в ММА. В принципе, у меня уже почти как бы все изучено. Осталось только... Ну, жесткие диски, понятно. Катерий. Катерий. Тут две неизученных. Что это? Как их назвать? Технологии, наверное. Сера изучена вся. В прошлый раз мы изучили винтовку. В общем-то, на этом сера закончилась. Пять минут. Сканирование радиосигналов. Нахрен он нужен? Я, честно говоря, даже и не знаю. Но увидим. Увидим. Пусть он исследует. Так, дальше. Теперь у меня что? Теперь мне надо 200 тех, 200 этих. Пойдем посмотрим, что с игрушками для елки. Надо 20 тех, 20 других. Сколько-то там веток. И 20-40. Отлично. Отлично. Можем построить? Можем построить. Куда ее поставить? Давай куда-нибудь вот туда нахламлять. Нагромождать это все. Рядом с большой, может? За утилизатором или перед утилизатором. Давай вот здесь поставим. Нет, мешает контейнер. Контейнер мешает. Давай тогда вот там на входе поставим. Будет стоять, радовать глаз. А сколько ей нужно клеток? Сколько ей нужно фундаментов-то? Одного, наверное, не хватит, да? Надо, наверное, 2-4 там что-нибудь. Кто-нибудь из этого. Давай 2 снесем. Значит, поставим. Раз, два, три, четыре. Сразу заборчики ограждения наши поставим. Где они? Организация, может? Да. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И типа как было? Ай, блядь, вот здесь-то не надо. Вот здесь не надо. Здесь у меня дорога. Ты что? Перестань. Да, здесь дорога. Хорошо. Ёлочка, пусть стоит вот здесь. Вот приезжаешь на базу. Весело, хорошо. Ёлочка, подарки. Всё здорово. А подожди, а чё за вход? А чё за вход? Это выход? Это какой-то выход. Ну-ка, погоди-ка. Погоди-ка, ну-ка. Тогда давай-ка мы её вот так вот развернём. Выходом вот сюда вот поставим. Да? Здесь бахнем контейнер. И посмотрим, что она туда мне будет складывать. Подарки же, подарки. Это швёлка с подарками. Всё логично. Так, контейнер влезет. Не знаю, давай поглядим. Логистика организации. А нет? А как нет? Организация, вот он контейнер. Пожалуйста. Вот он, пожалуйста, контейнер. Вот так вот, в принципе, это и влезет, да? Так. Конвейер. Где он там? Да, есть. Ой, смотри, какие игрушки. Прям блестящие, цветные, разноцветные, красивые. Здесь забор. А то ещё упаду. Где забор? Фундаменты, стены, организация. Организация, да, вот так. А, не влазит. Не влазит, ну и ладно, значит, не упаду. Хотя можно поставить ещё фундаментов. Но тогда можно было бы и ёлку отодвинуть. Так, раз, два, три, четыре. Всё красиво, этот убираем. Да не этот, вот этот. Вот, вот его, да. О, смотри, какая красота. Смотри, какая красота. Чё с ёлкой можно сделать? Ничего нельзя. О, подарочки бегут. Да, немного жалко. Но удобно. Удобно, удобно, удобно. Вот пусть эти подарки здесь и крафтятся. Здесь и собираются. Мы их закинем сразу. Куда? Нет, здесь много. Здесь много, столько не отдам. Сколько там игрушек? Игрушек там 86. Хорошо. Что с производством других игрушек? Медных и железных. Железных и медных. Ага, кончились медные... Не медные, а железные слитки. Причём кончились давно. 186 ещё раз, да? Значит, надо. Надо пособрать железных этих слитков. И закинуть туда, потому что ещё есть там что производить. Так, присядем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как всё быстро. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Поехали. Вот так сидишь себе спокойно и собираешь железные слитки. Там, конечно, производство сзади может немножко привстать, приуныть, пригрустить, поэтому давайте только пропустим. Но, с другой стороны, со скоростью нашей, которой оно едет, в общем-то, оно и бесполезно. Потому что я там пропущу 5 слитков, навряд ли производство прям заработает. Посидим, пособерём. Пособерём, посидим. Так. Ну сколько? 150 давай, наверное, сделаем. Да. Пойдём туда и их закинем. Пусть они себе производятся. Так, в какой? Да в любой можно. Можно в любой, какая, по сути, разница. Так. Значит, ага. Пошло производство железной игрушки. Хорошо. Хорошо. Замечательно. Ну, ёлочка-то, смотри, прикольная. Прямо из неё вот эти вот лезут. И можно уже не бегать, как придурочному за этими подарками. Очень удобно. Правда, понемногу. Понемногу они лезут. Ну, хотя, не знаю, может там. Может там, если на ночь оставить или ещё как-то их тут наберётся очень много. Но это всё не факт. Это ещё, кстати, можно вот сюда вот её поставить. Ну, то есть, можно, получается, смотри, автоматизировать производство. Да что ты перепрыгнул-то? Давай залезь туда, я хочу здесь постоять. То есть, от ёлки один суда, второй суда. Здесь одна литейна делает красные игрушки, вторая литейна делает синие игрушки. Дальше всё смешиваем с медью, с железом. Там одна, не литейна, плавильня. Литейн делают, вот там одна опять же делает золотые, вторая делает медные. Не золотые, а сери... Господи, какие они железные и медные. Вот. Вот себе делают, там производство идёт, всё хорошо, всё здорово. И у нас их прям становится очень много. Здесь что? Радиосигналов. Сканирование радиосигналов. Что оно нам даёт? Здесь остаётся у нас блок радиоуправления. Да. Здесь вот они, игрушки. Сканирование радиосигналов. Это где? Радиолокационная вышка не здесь. Где? Это же здание или что это такое? Столб. Да, у него 10 линий. В принципе, у меня на втором столбе 7 линий. Как бы, ну, мне оно и не надо. Плюсом к тому, надо ещё потратить скоростной коннектор. Целых 2 на 1 столб. Это надо прямо их производство налаживать, настраивать. Так, организация здесь вроде всё, здесь нету. Ну, а где оно тогда передвижение? Может, это типа деталь была? Пойдём посмотрим. Типа деталь. Типа деталь. Деталь типа... Нету вроде. Парцевый суперкомпьютер туда-сюда. Арматурный болт. Чё-то не очень, я понял. Чё мне это сканирование радиосигналов дало? Или дало? Давай ещё раз в организации поглядим. Радиолокационная вышка. Или может, она не работала, типа, без сканирования радиосигналов? Не знаю. Не знаю, ни хрена вообще непонятно. В особенном тоже ничего не появилось. А тогда что? Ну что, здесь где-то нет? Да нет. А, ну-ка давай вот здесь ещё посмотрим. Так, сканер объектов. Может, в сканере объектов можно радиосигналы теперь сканировать? Как-то нет. Респиратор, реактивный ранец, парашют, экзоскелет. Это всё было? Это всё было, здесь ничего нового не появилось. Вроде как. Не знаю. Давай достанем сканер объектов. Где он? Вот ты. Как его? Вот так. А-а-а-а! Места крушений мы теперь можем... И всё, что ли? Ну, там есть. Да, всё понятно. То есть теперь мы можем вот этим вот сканером определять не только врагов, ягоды, орехи, грибы, энергослизни, но ещё и места крушений. То есть вот эти вот наши контейнеры, которые валяются, из которых можно доставать жёсткие диски. Вот там вот один есть, да? А там ничего нет. Ну, не сказал бы я, наверное, что стоило это вот тратить вот... Что там? 100 моторов, 50 кварцевых резонаторов делать специально. Наверное, не стоило. Но не менее тем, раз оно есть, ну и хорошо, ну и пусть оно будет. Здесь остаётся только блок радиоуправления. Нахрена нужен, не знаю. Мне кажется, это какая-то деталь. Можно посмотреть? Усиливает и направляет радиосигналы. Ну, не знаю. Вот, в Катерии остались только геотермальные генераторы и программируемые разветвители. Станем программистами там по пути. Ну и рождественские праздники, фикс-ит. Здесь огромная рождественская ёлка, фикс-ит, улучшение 2. Хорошо. Хорошо. Там делаются игрушки, тут делаются игрушки. Тут стоит у нас ёлка, она производит подарки. Я бы сказал, такое, да, продуктивное, продуктивное получилось изобретение, что ли. Это изучение из чего-то там. Можно тогда, говорю, поставить ещё пару этих ёлок. Тут, не знаю, даже один контейнер, с них со всех, или три, или ещё сколько-то. И делать себе, заниматься спокойно. Что ж, на этом всё. Тем, кто досмотрел, спасибо. Кто не досмотрел, ай-яй-яй, но вы об этом всё равно не узнаете. Не забывайте подписываться на канал, на паблик, ставить лайки, если понравилось. Если не понравилось, напишите коммент, что именно не понравилось, что поправить, как сделать интересней. Это всё для вас, дорогие обои. На этом всё. До встречи в следующей серии. Пока-пока. Пока.